Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в очередной раз продолжаем цикл роликов об апелляционном и кассационном обжаловании тех или иных судебных решений. И сегодняшний наш ролик посвящен судебным решениям по уголовным делам. В развитии тех общих положений, о которых мы говорили при подаче апелляционной жалобы, при ее предъявлении, конечно же, хочется рассказать в ответ на многочисленные просьбы и расшифровать такое понятие уголовно-процессуального закона. При этом я не зря акцентирую на этом внимание. Это не понятие философское, это не понятие бытовое, это не понятие общечеловеческое, а понятие уголовно-процессуального закона, которое заключается в том, что одним из оснований для обжалования принятого в отношении осужденного либо потерпевшего по уголовному делу судебного решения, которое именуется приговором, является его несправедливость. Несправедливость. Несправедливость судебного приговора по уголовному делу является, еще раз повторюсь, не философским понятием, а понятием уголовно-правовым. И говоря об этом, упоминая в роликах о том, что это служит одним из оснований для обжалования приговора в апелляционном или касационном порядке, конечно же, приходится сталкиваться и общаться с подписчиками, со зрителями канала, которые спрашивают, а что же такое из себя представляет это уголовно-правовое понятие в преломлении к уголовному и уголовно-процессуальному праву. Дорогие друзья, конечно же, понятие это комплексное. Несправедливость это и неправильность, и несоответствие, и в какой-то мере неприемлемость одной из сторон уголовного производства того судебного решения, которое было принято от имени государства. И говоря об этом, мы, конечно же, не можем не отталкиваться от тех понятий, которые я именовал дефинициями в своих предыдущих роликах, и которые содержатся непосредственно в уголовно-процессуальном законодательстве и в уголовном законе. Уголовный закон Сорров справедлив и конкретен. И, конечно же, один из самых больших упреков, которые я слышал от подписчиков, от зрителей своего канала, являлся в том, что невозможно определить критерии справедливости приговора, исходя только лишь из тех уголовно-правовых понятий, из гражданско-правовых понятий, которые смежны с уголовным правом. Дорогие друзья, законодатель, конечно же, рационален. И говоря о справедливости приговора, мы должны учитывать и объективную, и субъективную сторону его наказания. Объективная сторона заключается в том, что любое посигновение на охраняемые права, правоотношения, которые находятся не просто под защитой государства, а которые... И вот здесь мы сталкиваемся с субъективной стороной справедливости. Эти правоотношения не просто должны охраняться государством. Они со стороны потерпевшей должны осознаваться такие, как непосягаемые и абсолютные. И вот здесь роль преступника, который посягает на права, конечно же, смежна с ролью лица, который является вашим соседом. Соседом по правоотношениям, соседом по культуре быта и так далее и тому подобное. О чем я говорю? Дело в том, что зачастую преступное посигновение вызвано не просто неправомерными действиями потерпевшего, а вызвано абсолютизированием прав стороны, которая якобы потерпела от этого посигновения, по сравнению с теми правами и обязанностями, которые предъявило к ним лицо, которое именуется преступником. Конечно, когда мы говорим об этом в бытовом смысле, здесь все понятно. Когда вы обсуждаете человека и говорите о том, что он морально неустойчив, недостоин и так далее, но это же автоматически его не делает преступником. И здесь уголовно-правовой закон, примененный через призму видения всех этих правоотношений правоохранительными органами, которые специально обучены для того, чтобы отграничивать преступное посягательство от посягательства гражданско-правового, конечно, приобретает несколько иной смысл. Вопрос трудный. И однозначного ответа на него нет. Но поскольку наша гражданско-правовая концепция и уголовно-правовая концепция исключает предмет объективного вменения, в той или иной степени мы должны понимать, что совершение деликта, то есть противоправного деяния в отношении того или иного субъекта гражданско-правовых отношений, либо их комплекса, должна характеризоваться виной субъекта на них посягающего. И когда мы говорим об этом, мы должны понимать одну простую вещь, что понимание субъекта противоправного деяния, противоправности совершаемых их действий, им действий, должно соответствовать приятию этим субъектам назначенного ему наказания. И вот здесь несправедливость приговора как раз выступает одним из элементов состава преступления, а именно субъективной стороны. И субъективная сторона преступления проявляет себя не только в том противоправном деянии, которое субъект совершает в отношении охраняемых законом интересов, но субъективная сторона также содержит в себя тот элемент возможной, необходимой и справедливой ответственности, который субъект преступного посягательства для себя определяет. Конечно, при определении справедливости необходимо учитывать не только характеристики субъекта, который зачастую хочет преуменьшить и свою роль, и вину, и ответственность, но также и значимые для общества интересы. Поэтому, когда мы говорим о справедливости, которая определяется субъектом, мы должны говорить о той справедливости приговора, которая диктует нам общество, которая диктует нам суд, исходя из своего правосознания, и, конечно же, исходя из причиненного ущерба потерпевшей. Если мы будем говорить образно, конечно же, иногда кража кошелька, в котором находилась последняя зарплата и последние деньги человека, который на эту последнюю зарплату и на эти последние деньги живет, является более существенным, несмотря на то, что там было 100, 200, 300, пусть даже 5000 рублей, чем общественная опасность кражи у миллионера, у которого, к примеру, похитили несколько миллионов, но он еще несколько миллионов имеет. Я ни в коем случае не призываю к сравнительному анализу, но, дорогие друзья, при определении критериев справедливости необходимо исходить как из личности потерпевшего и личности лица на него посягающего, так и на характер тех правоотношений, которые привели к этому деликту. Это общие положения, но еще раз повторюсь, справедливость приговора находится в балансе всех интересов тех участников правоотношений, которые получают этот приговор в качестве постановления суда как окончательного акта государства. И, конечно же, находясь в местах лишения свободы, проверяя средства изоляции, приходилось слышать о том, что в одной камере сидит человек, который убил кого-то, и он получает те же 7 лет, и рядом сидит человек, который украл велосипед, и вследствие неоднократности совершенных деликтов он получает, как лицо ранее совершившее преступление, более длительный срок. Это, конечно же, вызывает смех и неприятие, но, тем не менее, говоря о справедливости, мы должны понимать, что это совокупность тех, установленных и законом, и государством, и, конечно же, общественными отношениями, положений, которые позволяют принять принятое преступникам решение как справедливое. А таких случаев очень мало. Продолжение следует... Продолжение следует...